я вас всех приветствую мои дорогие друзья и зрители как вы знаете то у меня есть билет на марс который оказался именно на этой красной планете мне в 2018 году попалась одна ссылочка от наса где говорилось что любой желающий может написать свое имя отправить прямо американцам и они загрузят наверное с помощью флешки все мои данные в ракету в определенную капсулу и эта капсула будет доставлена на поверхность марса феврале 2021 года именно так произошло но давайте же разберемся была ли это реальность и вообще состоялся ли такой полет на самом деле сегодня различные информационные агентства передали по всему миру картинки где видно что очень похожие на стандартный марс соход объект спускается на красную планету также сидят люди участники вот этой миссии которые контролируют ее и постоянно наблюдают но есть самый главный фактор что здесь все показано нам опять в 3d картинках или просто компьютерные графики а поэтому можно ли доверять этим данным или нет решать только нам с вами и для этого мы проведем определенные эксперименты на самом деле картинка и студия где все это снимается очень напоминает в том числе полета и илона маска его космических ракет spacex и других даже некоторые люди которые конечно за масками и их трудно сейчас узнать возможно сотрудники одной и той же команды и вот пришли первые кадры они видны на экранах но что мы видим опять ту же самую черно-белую картинку как пятьдесят сто лет назад загнутый горизонт и больше ничего какую-то тень и камни мы с вами вообще должны задуматься куда же делся весь человеческий прогресс а ведь там они собираются запускать даже марсианский вертолет ну а теперь перейдем к самому интересному перенесемся на официальный сайт наса марс здесь предоставлена карта марса или какого-то его участка где как раз изображена высадка вот этого марса хода но давайте же мы с вами попробуем немножечко раскрыть эту карту и повнимательнее увидим что от нас оказывается все скрывается здесь показана не вся карта а лишь вот такой вот маленький ее участок в начале я подумал что у нас будет с вами нормальная возможность открыть вот этот круглый марс посмотреть все в подробностях и найти тот самый участок где нас с вами выгрузили или так скажем выгрузили наши имена но не все так просто конечно же у них есть секреты только для кого и для чего они сделаны не все так просто сейчас мы посмотрим именно вот этот вот участок который помечен синим цветом и максимально его увеличим даже при приближении вы видите что есть еще один квадрат внутрь которого можно заглянуть более подробно потому что он имеет хорошее четкое разрешение по краям же все более размыто давайте же опустимся именно сюда во всей этой экспедиции или миссии скрывается очень и очень много тайн во первых почему они выбрали именно это место или часть огромного марса той самой планеты которую мы видим в небе как звездочку и даже пытаемся ее снимать по большому счету именно это место не совсем привлекательно потому что здесь все выглядит желтого цвета какие-то пески или дюна ну что-то совсем непонятного сколько бы мы не приближали не рассматривали максимальной четкости увидеть будет невозможно но поверхность такая пустынная можно сказать поэтому смысл приземляться именно здесь не совсем понятен хотя вот прямо сейчас я уже вместе с вами обнаружил дорогу вы видите прямая линия идет абсолютно ровно куда-то вверх 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 и соединяется это видимо неприродная линия потому что мы можем посмотреть на соседние участки все какие-то изломаны здесь же идеальная четкая дорога как я понимаю эта дорога соединяет каких-то два города или два участка я только что это заметил вместе с вами поэтому это феноменальные кадры но сейчас я покажу вам более интересную информацию почему они выбрали именно это место и какова же их основная цель куда они хотят двинуться дальше нам придется снова отодвинуть немножко дальше карту и посмотреть соседние объекты вот здесь вот бельва такой небольшой кратер сверху мы можем увидеть как бы русло реки мы можем понять что на самом деле на марсе конечно было или есть водичка и она возможно такого же голубого цвета как и на земле и вот как раз здесь где-то в русло вот этой реки они и выбрали место куда приземлились опять же повторюсь если более внимательно рассматривать всю эту территорию вот здесь мы видим какую-то линию идеально ровную прямую который в принципе не могла бы сформироваться природно но как я понимаю это просто разная резкость здесь более размытая здесь более ровная часть хорошо мы двинемся дальше и посмотрим еще места более засекреченные важные вот здесь вот немножко видно очертания каких-то городов домов возможно улиц мы посмотрим все невероятные места которые могут привлечь наше внимание конечно же снизу я сразу же вам покажу что расположена такая природная буква е а возможно даже российской и и можно сказать есть такая разработка как ее мобиль электронный автомобиль может это как раз один из символов но также это напоминает древний лабиринт с одним входом и куда-то закручивающимся центром видите странное явление природной как я понимаю это специальный знак или символ который можно увидеть с большой высоты теперь давайте же отойдем от этого места и поймем настоящее место куда они хотят добраться на своем марсоходе здесь рядышком расположена плато нили опять же кто не знает марсианские ландшафты карты все это трудные отметки двигаясь чуть чуть выше и даже просто смотря опять же на эту карту мы замечаем что вот здесь вот проходят до две ровные дороги одна дорогу потолще и вторая дорожка немножко потоньше как я понимаю то как раз в этой части кто-то что-то катил или волочил вы видите был сформирован в начале вот этот вот кратер и уже по нему что-то сильное большое проехалось остался лишь один след также по краюшку вот этого кратера если мы перенесли еще немножко выше мы увидим странную заштрихованную черную полоску которую как я понимаю они специально закрасили чтобы скрыть какие-то факты которые мы просто могли бы с вами рассмотреть зачем было заштриховывать этот участок не совсем понятно но и это конечно не самая главная цель здесь лишь они хотели что-то скрыть или спрятать мы начнем подниматься еще выше выше потому что судя по этой карте как раз они открыли ту часть которая собирается рассмотреть и изучить а соответственно все и будет передвижение постоянно направлено вверх и мы пойдем вот этой предполагаемой дорогой здесь вместо высадки черная полоса множество кратеров вот этих вот я в непонятных или мест где раньше протекали русло рек кстати видите темная или такая черная часть возможно здесь даже сохранилась вода и если бы мы оказались на марсе то вполне реально могли бы помочить ручки но поднимая все выше и выше они оставили еще несколько областей с более хорошей резкостью и четкостью вот например вот это вроде бы горы какие-то опять отверстия но вот тут уже начинается очень и очень все интересно вы можете увидеть что при приближении появляется какой-то красный фон очень неприятный и я бы сказал опасный красный цвет возможно это цвет скажем от камеры или от того что произошли какие-то фотоэффекты но я думаю что дела обстоят совсем по другому и вот тут поднимая все выше и выше мы находим тот самый тайный город которому они и стремятся здесь все четко видно что внизу расположены улицы возможно засыпанные возможно специально кто-то заштриховал или скрыл от нас все вот эти проходы наверняка здесь жили какие-то существа очень и очень много времени тысячелетий четко просматривается весь весь этот рельеф подземные или под марсианские можно так сказать тоннели проходы может быть и в данный момент где-то там под землей все вот эти конструкции находятся еще это очень сильно напоминает развитую сеть каналов или каких-то подземных проходов так могут устраивать свое жилище какие-нибудь по земным меркам насекомые но как мы знаем там живут инсектоиды инсектоиды это те же самые пришельцы или инопланетяне которые похожи на наших насекомых различных в том числе на осу муравья но они имеют разум и вот они как раз могли построить все вот эти подземные города вы видите тоннели все круглое как солнышко и везде каждый участок соединен друг с другом мало того если мы немножко начнем отдаляться и посмотрим левее здесь есть самый секретный кратер в центре которого расположена таинственная буква н мы можем это увидеть своими глазами четко просматривается английская буква н или перевернутая и вы видите как такое может быть чтобы так четко и ровно в центре кратера сформировалась вот эта буковка это как будто бы вертолетная площадка или стартовая внизу тоже не совсем видно и просматривается из-за плохой резкости полукруглый объект который выходит из кратера может быть какой-то тоннель который ведет к этой стартовой площадке теперь вы поняли основное предназначение этого марсохода который там высадился вертолета они хотят подобраться ближе к этому городу или району и изучить тех жителей марсиан или инсектоидов которые там находятся вот основная задача поэтому и они и открыли карту именно этого города именно этого участка также если мы поднимемся еще немножко выше меня тоже поразил вот этот момент опять же появляются сильно красные зоны как будто бы кровавые реки текут откуда сбор или это озера красного цвета но совсем непонятно почему вот в этих местах некоторых появляется столько много красного цвета теперь мы знаем сто процентов что и зачем там происходит мы можем немножко отодвинуть карту кстати посмотреть еще вот это место тоже странный объект кратер и внизу серая или голубая какая-то возможно жидкость но есть вот эти черные вкрапления или точки видите или какое-то поражение а возможно здесь какая-нибудь вентиляционная шахта из-под земли и вот эти насекомые инсектоиды живут внутри марса а как бы сказать здесь выходят их вентиляционные каналы кто из вас что думает тоже по поводу вот этого места пишите пожалуйста комментарии очень странное такое непонятное местечко длинная черная палочка и по бокам кругляшки все мы можем смело отматывать назад всю эту территорию мы разгадали секрет зачем именно прибыли наши земляне туда и все наглядно показано вокруг чернота они высаживаются приземляются здесь преодолевает какие-то расстояния чтобы их никто не заметил подходит к этому городу и начинает его изучать со всех сторон возможно даже собираются выйти на контакт с теми жителями которые там живут секретная буква n нам показано это у них вертолетная площадка точнее космическая космодром можно сказать опять туннель подземный и весь этот город тоже в подземных тоннелях а теперь давайте задумаемся по поводу различных марсоходов и того что нам показывают на протяжении уже 30 40 50 лет ну могу вам сказать однозначно что с начала двухтысячных годов мы видим очень и очень похожие картинки различные марсоходы наподобие curiosity opportunity прилетают на марс с различной периодичностью фотографирует его поверхность присылают нам на землю иногда черно-белые иногда даже какие-то как бы поддельные цветные фотографии или неподдельные обработанные но в общем воз и ныне там я думаю что многие из вас живут достаточно давно на этой земле и хорошо помнит что и 20 и 30 и 40 лет назад нам почти постоянно говорят одну и ту же историю что есть группа космонавтов которая готовится к полетам на марс это происходит в специальных и закрытых помещение где люди проводят от 6 до 12 месяцев своей жизни общаясь только с друг с другом и вообще не видя внешний мир поэтому я предлагаю вам взглянуть на марс с другой стороны вот например такая 3d модель исторического марса как возможно там могло все быть мы прекрасно видим и различные моря даже большой океан конечно же реки и шапку северного и южного полюса только нам предоставляют эту модель как историческую а сейчас присылает фотографии совсем с другими видами но давайте же подумаем а не может ли быть так что и в данный момент на марсе все есть та же самая вода и конечно же жизнь нам же с вами остается только задуматься успеем ли мы в наши с вами дни все-таки посмотреть реальное путешествие на ракете на марс или все это будет откладываться еще на сотни а возможно на тысячи лет на этом я говорю вам до свидания а мы продолжаем размышлять и искать правду всем пока поехали и бомбом а